и снова здравствуйте всем привет и так вот давайте теперь попробуем сделать рик вот этому значит шимпанзе механическому я пока убрал у него ремни все это дело по убирал сделал все по отдельности тут чуть-чуть добавил вот этот переходник давайте посмотрим как выглядит рука это значит я геометрию прикручу я добавил здесь именно арматуру все здесь видите под углом конечно можно еще посидеть потом проделать так глаз так как здесь сетка понижена прям по самое не могу здесь короче у него как такой механический глаз вставлен также у него зубы с прошлых проектов это именно долго собаки глаз это то что мне подарил подарила знакомая для использования так петельхельм вот этот вот эта каска это именно парень дискорда подкинул именно чтобы вот этот вид был нормальный так что еще так ну сейчас я пока вернулся назад и сейчас давайте вставлять короче рик все это дело посмотрим как будет работать ну а потом уже если кому-то надо я вышлю забросовский файл если кто-то захочет этим делом заняться тут посерьезнее все это дело понаплести добавить какие-то пушки и так далее ну а что почему бы нет так погнали н панель скрин таскей чтобы увидели что я буду нажимать в левом углу так н панель долой shift а сочетание клавиш арматура single bone также значит viaport display in front все по прошлым роликом но единственное что здесь модель не симметричная и буду делать каждую эту сторону отдельно так смотрим как стала кость тройка на нампаде чуть-чуть ее сюда и чуть-чуть повыше таз у него будет повыше почему потому что вот эти вот тазовые кости они именно ну как здесь должно должна создаваться движуха так нет наверно пониже все-таки опустим выбираем кость но теперь edit mode английская а так можно даже вверх выбрать move включить уменьшить косточку и смотрите здесь надо добавить побольше костей потому что у него будет спина прям изгибаться по конкретике так е погнали можно вот вот так вот выставить косточку нажать на кость правая кнопка мыши sub divide и его здесь вот панелька можно поделить нас на столько костей сколько нам надо так это все значит делить бон еще какой вопрос значит е вытаскиваем кость до шеи английская а альки clear parent я хочу чтобы вот эта часть была ну как отделялась от таза чтобы можно было ее крутить теперь выбираем костей добавляем тройка на нампаде обязательно смотрим как это все дело здесь значит устроена и желательно позвоночник вот по телу провести с этим изгибом здесь значит чуть ровно можно оставить где таз можно полностью вот под углом все это дело сделать значит эту косточку g дотягиваем до шеи и вытягиваем шею и вытягиваем голову так вот эту кость g можно отвести поближе к голове следом по по прошлым роликам опять же сразу я сделаю косточки для зубов е alt p clear parent анимация мимики не будет ну так делаем с shift d еще одну косточку это будет нижняя и верхняя челюсти теперь shift d копируем подставляем к челюсти нашу эту косточку g английская вытягиваем смотрим где она будет сгибаться ну и чуть-чуть поправляем делаем shift d подставляем косточку сюда повыше g выравниваем и вот эту и вот эту кость вяжем голове через shift control п clear parent а keep offset привязку нижнюю через книжней control п keep offset верхнюю значит верхнюю control keep offset косточки глаз я делать пока не буду следом что нужно сделать удавать эту кость shift d и выведем ее повыше r перекрутим это будет петель хельм не крепится значит так единица на нампаде е это будет ключица alt p clear parent s уменьшаем g подставляем ключицу вот сюда и теперь вот отсюда поведем так прям на изгиб ставим вот сюда вот где вот эта косточка выходит и теперь е выводим на бицуху семерка на нампаде g поправляем на локоть значит еще так единица на нампаде еще раз пониже g и теперь значит е и вытягиваем до кисти так семерка на нампаде можно все это дело подправить с изгибом ну вроде бы все попало так теперь самый важный момент и рука видите совсем другая вытаскиваем косточку и каждой косточке вот тут уже будет немножко посложнее потому что изгиб руки очень ну как сказать ощутимый так и нужно как бы это дело все помучится помучится значит е косточку сюда эту косточку g к этому пальцу потом опять же е к этому пальцу зачем эти косточки делаются да для того чтобы кисть была более гибкая так так теперь g подставляем и вот эти вот ловим значит косточки со всех сторон g сюда эту сюда и эту чуть чуть повыше опять же смотрим чтобы они не вылазили именно за пределы меша ну по крайней мере сильно так есть такое дело все нормально так вот уже косточка вылезла с этой стороны вот уже видно значит g это почему произошло потому что я их именно mof отводил а не клавишей g теперь под углом значит ставим первую так первый палец е вытаскиваем косточку alt правой кнопкой мыши делим на две три кости так вроде бы попало следом опять же под углом ставим е и на три кости теперь r немножко подгоним и чуть-чуть подкорректируем так с этой стороны возможно получится работать поставить прозрачность так получается е с этой стороны плоховато получается и косточка немножко перекручивается но это не проблема не парьтесь главное чтобы они стали туда куда надо так отсюда вытаскиваем еще одну косточку это е и одну большую сюда теперь джин выравниваем и делим вот эту на две косточки косточки так делаем немножко изгиб вот в эту сторону просто палец тоже изогнут ну вроде бы нормально все покажет в дальнейшем что да как значит е управляющая кость обязательно alt и clear parent отсоединяем и вяжем вот эту контрольную кость так значит ctrl z ctrl z ctrl z я оттуда вытащил вот с этой надо ее вытаскивать руки кости так alt p clear parent и вот эту косточку вяжем на эту через shift ctrl p keep offset этой косточки отключаем деформацию так одну сторону вроде бы получилось осилить эту косточку вяжем на грудь ctrl p keep offset значит от этой косточки вытаскиваем е косточку она будет держать таз alt p clear parent и вяжем ее через shift назад ctrl p таз так теперь погнали делать ногу нога механическая это значит вытаскиваем косточку alt p clear parent вытаскиваем сюда и нужно отключить часть ноги для чего для того чтобы лучше все это дело тройка на нам паде поймать так и ставим g вот сюда на центр так и поправляем так вот эту часть можно немножко отвести ну вроде бы вроде бы что-то это как как-то так так теперь вытаскиваем е кость до ступни вот так е вытаскиваем управляющую кость alt p clear parent и от этой косточки вытаскиваем значит е так это получается цельная аж до сгиба одна поближе подвинуть так это g вот сюда выводим аж вперед чтобы гнулась тут часть потом е вытаскиваем вот сюда и е вытаскиваем уже до конца получается три кости эту кость вяжем к этой ctrl p тип оффсет единица на нампаде ну вроде бы ногу я поймал так теперь нужно направляющую кость для колена е вытаскиваем alt p clear parent оттаскиваем ее вперед s можно немножко уменьшить и через shift вяжем ctrl p тип оффсет к этой кости так эту кость вы видите насколько она ушла опять же почему потому что я двигал move а нужно двигать клавиши g потому что ноги у меня тут стоят интересным образом так посмотрим тут косточки перекрутились как это все дело будет я не знаю потом посмотрим так теперь что я хочу сделать вытащить тройка на нампаде вытащить е косточку которая будет держать грудь отсоединяю ее значит g s единица на нампаде и вот сюда это на сосок ну а там потом посмотрим как ее подвигать и вяжем эту косточку опять же груди ctrl c keep offset так что можно сделать сделать а сделать тут ничего нельзя 1 вот это вот shift скопировать и mirror x global и подтащить ее на эту ключицу в этот бок здесь теперь видите нам нужно ловить сгиб близко не заводим значит плечевую вот эту механику здесь получается еще одну косточку вытягиваем да еще одна кость а потом идет еще одна и отключаем теперь часть руки нам нужно подвести это все дело четко вот на этот механизм вот так чтобы ну по нему кручение шло теперь семерка на нампаде выводим е косточку вперед единица нампаде значит g подгоняем еще какой вопрос если вы будете делать механику так здесь вот сюда заводим вот за эту планку чтобы не видно было где сгиб идет если вы будете делать в будущем вот эту как анимацию да желательно чтобы здесь механизм был полностью сделан ну допустим гайка отдельно гайка отдельно она привяжется как бон и чтобы она ну как бы на месте стояла а внутри нее шло вот это кручение ну как шарнир делать но если его видно не будет в принципе по барабану так здесь выводим косточку е вот так поменьше да вот здесь будет очень мало теперь значит смотрим как она тут установилась видите вниз смотрит так доводим ее вот сюда и здесь получается нам нужно добавить значит косточку вот сюда косточку в принципе эти кости нам не понадобятся так а как же пальцы завязать а пальцы мы завяжем delete bone это значит тоже delete bone и сделаем вот так вот shift D вот так вот так не прокатит не по любасу нужно делать опорную кость которая не будет давать гнуться вот этой части так мы значит G опускаем вниз вот вот сюда палец тут один поломанный это даже хорошо shift D одну косточку сюда эту кость тогда вот эту кость мы удаляем delete bone так эта кость выходит повыше и вот та дальняя кость повыше так эта кость еще повыше и одну сюда добавим на палец так здесь теперь проблема хоть по одному пальцу ставь так ладно начнем вот отсюда E выставляем кость и делим ее на две потому что здесь палец поломатый так R перекрутим чуть-чуть подгоним так и вот эта штука именно должна быть на суставе вот этом если будете делать потом кручение вот этого сустава то здесь косточка прямо на весь сустав добавляется ну короче тут еще должна одна кость быть которая будет весь этот сустав крутить а лучше сделать вот таким вот образом завести за сустав вот так чтобы сустав на месте был а вот эта кость уже гнула где-то рядом вот здесь вот тогда сустав будет как бы ну как цельный так попробуем шип шип перевести а не надо так делать забыли так теперь E вытаскиваем палец на всю и вот опять же куда он начинает уводить G подставляем к краю так так это значит G по пальцу и делим вот этот палец на так сколько тут выходит на два штука так это значит вот сюда подставляем прям под низ ну и это тоже под низ надеюсь слышно у меня что-то с микрофоном сталось ну одна и та же болячка как начинает заваливать именно техники за год за полтора начинаются какие-то сбои в настройках в микрофонах так в камерах и так далее так и вот эту часть закругляш заводим а вот еще что а здесь получается три части значит с двумя то просто здесь получается значит так G палец вот до этой доводим вот до этой штуки он будет сгибаться тут и значит E еще одна и потом только идет палец сгибаться будет вот эта кость и вот это ну вот эту тоже можно поделить давайте поделим ее сабдивизией и уведем ее так Ctrl Z E нажал ну ладно вдаль так это значит получился у меня ненормальный изгиб вот вот такая штука так надо переключиться наверное в рандом вот так будет получше видно так здесь G здесь значит сабдивайдим нормально эта штука G уменьшается потом E еще косточка прибавляется на шарнир и одна на палец так теперь выбираем косточку Shift D и надо заставить вертеться крутиться вот этот палец теперь значит R G так G поправляем E выводим косточку E на шарнир и E на палец смотрим с ракурсов более-менее подгадываем подгоняем все это дело вот сюда по вот этим деталям так и вот эта деталь где-то вот тут так вроде бы рука сделана надо теперь управляющую кость Alt P Clear Parent отключаем ей деформацию и вяжем вяжем на любую эту кость Ctrl P Keep Offset так вот эту косточку единица на ампаде Shift D Mirror через Global правой кнопкой мыши находим эту функцию так и теперь пошла нога так на таз Alt P Clear Parent вяжем ее значит опять же Ctrl P Keep Offset к тазу вытаскиваем G кость Alt P Clear Parent и значит на колено ее и уводим G ну где-то вот в паховую зону здесь линия изгиба будет здесь а здесь именно будет крутиться вся вот эта вот штука весь бок и ходить он должен будет как-то интересно но это надо будет посмотреть потом как придумать значит G выводим на колено эту косточку даже можно чуть-чуть вот так на таз отвести так E выводим на ногу ушла в бок поправляем теперь значит E косточку вытягиваем Alt P Clear Parent отключаем E деформацию и чтоб не забыть вот этой косточке тоже отключаем деформацию так как бы правильно поставить вот так наверное эту кость в бок и чуть-чуть так вот вводим ставим в бок и пальцы я делать не буду я вытащу значит одну кость по идее она должна вот тут отгнуться это вот одна кость должна быть вторая и третья вот так семерка на нампаде G выводим в бок выравниваем косточку так пока на эти пальцы на ноги не смотрим Ctrl P Keep Offset нужно понять всю систему так управляющая кость боком ставим E вытаскиваем Alt P Clear Parent значит G уводим и вяжем ее вот к этой косточке Ctrl P Keep Offset так эту кость можно S уменьшить так смотрим чтобы смотрела вот эта кость именно на эту так все нормально все вроде бы хорошо но теперь нужны нам что нужны нам шланги так эту ногу вяжем к этой Ctrl P Keep Offset не забывать надо как я так и теперь нам нужны будут шланги шланги будем делать ну вот шрифт вытянем косточку это как я уже показывал система именно на поводе лошади я делал так S уменьшаем G заводим косточку вот эту так единица нам падает именно в тело вяжем вот эту косточку если ключица она тоже будет двигаться да ну давайте включиться Ctrl P Keep она уже привязана я же ее скопировал ладно так выводим вот такую штукенцию и теперь удаляем вот эти кости вот эти так вот эту не надо только вот эту значит delete bone и делаем и делаем вот таким вот образом вот эту косточку через shift вот эту и английская F потом через shift этот низ F и теперь через этот низ так вот этот низ выбираем и жмем так F вот эту кость пока тоже удалю а вот эти соединю жму F и потом вот эту косточку да не потом а сейчас надо вот так ее значит G и поближе в M вывести есть такое дело так что еще точно так же вот эти фланги нужно сделать так делаем вот эту косточки shift а еще что чтобы вот эти кости не двигались вот эти нужно их сразу куда-то привязать я их привяжу так ну давайте вот к этой кости ctrl p и пол set чтобы настройка когда пройдет чтобы потом не менять вот эту привязку потом они начинают сбиваться там тоже неинтересное дело появляется так ну и тут теперь значит G находим вот этот сланг так сланг у нас еще дальше делаем выверт ей так попал разве не попал ну не то что совсем не попал да только не в шарик ну а теперь теперь нужно под каким-нибудь интересным боком чтобы это более-менее ровнее выходило делаем значит E опять же E ну можно вот так вот поделать выровнять эту цепь вот так вот так и вот эти кости так это G чуть-чуть поглубже в mesh так здесь без разницы как они будут перекручены не перекручены главное чтобы они здесь находились так вот таким вот образом ну и здесь вот так вот это кстати не нужна уже будет ну вдруг пригодится так вот эти кости сразу я удалю почему я их удаляю а не оставляю потому что когда начинаешь на них накидывать значит модификатор потом они то связаны то не отвязаны ну короче есть свои геморрои с на и Продолжение следует. 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 Заходим опять же в наименование name ставим. Смотрим. Первая косточка 43-я, вторая 80-я. Заходим на стойки костей. Ставим арматуру. Так, это будет 43-я. Ну-ка, пардонте. Нет, это будет 80-я. 50-я в 80-я. Смотрим, как она стала вывернута. Не беда, ставим 90-я. Все на место. Так, теперь эту косточку это на 43-ю. Арматура. Так, это печатаем. 43-я кость. Ну и тут тоже 90-я или минус 90-я. Сейчас посмотрим. Так, это будет минус 90-я. О, значит это, ага, нет. Это значит 180 ставим. Никаких, да, решений. Значит так подкрутим. О, 117 получается. Ну и ничего, нормально. Теперь наименование отключим. Что еще? Настроим теперь руки. Ctrl-6-C. Inverse Kinematic. На две косточки. Здесь значит. Ctrl-6-C. Здесь по-моему придется на три косточки назначить. На две если назначаем. А, нет, все нормально. Шланг работает. Так, Ctrl-Z. На три косточки. Ну и сейчас, а ну-ка, давайте попробуем на три кости поставить. Значит, ставим на три косточки. Тогда у нас G. Как работает плечо. Ну да, вот на три косточки. А, нет. На три косточки не надо. Ctrl-Z. 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 Ставим, значит, на две кости оставляем. Так, что еще у нас тут? Ну, опять же. Так, вот эти сейчас шланги поднастроим. Так, откуда пойдем? Давайте с этой стороны. Значит, эту кость на эту. Ctrl-6-C. Rage-2. А, а. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Эту кость на эту. Так. Эту кость на эту. Ctrl-Z. С-C. Rage-2. Опа, она тогда не получается. Здесь наоборот. На эту кость на эту. Ctrl-Z. Rage-2. Опа, здрасте. И курица фигня. Так, а ну-ка, если я эту будет дергать. Ctrl-Z. Ну да, наверное, так она и должна быть. Так, раз. Хотя, забываю вот эту. С-C. По-моему, по-моему, зеленые. А, ну да. Зеленые вот эти, а которые тянут они уже другие. Так, и вот эту, вот эту, на эту. Ctrl-Z. Опа. Ctrl-Z. Линицу, локацию собачил. Так, лан. Ctrl-Z. Так, это, это на, а, вот это на эту. Это засиделся, походу, долго. Так, ладно. Смотрим. G. Сланги работают. Так, все нормально. Настраиваем сланги теперь тут. Значит, как будем делать? Эту на эту. Ctrl-Z. С-C. С-C. Эту на эту. И погнали дальше. Ну, а здесь до конца их, в принципе, не надо. Вот это вот будет последнее. Так, смотрим G. Все, шланги работают. Можно их тянуть. Если сейчас все нормально, и вот эти шланги тоже можно заанимировать. Ну, и так. Выбираем вот эту косточку. Вот эту. Ctrl-Z. С-C. Это Copy Location. Так, оставляем. А эту косточку, на эту. Ctrl-Z. Это Limit. Так, копии. Трансформация. И ставим Local Light Parent. Local Light Parent. Ну, и чуть-чуть можно интенсивность уменьшить. А ну-ка. G. О, вообще рука бомбовски работает. Так, теперь пробуем тестим. Вот эту часть. Привязываем кости. И вяжем к этой косточке. Ctrl-P. Бомб. Теперь, если мы будем ввести. О, видите. Так, что тут получается? Ага. Вот этот палец главный. Его нужно перевязать. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Перевяжемся. Не суть вопроса. Так, эту руку на эту. Ctrl-6. С-C. Копии. Трансформация. Мотаем. Local Light Parent. Local Light Parent. Интенсивность движения. Ну, повторение уменьшаем. Ctrl-6. С-C. Копию. Location. Оставляем. А ну-ка проверяем. Так, эта рука ходит нормально. Все. Ctrl-Z. Нормально. Единица на ампаде. Так, что у нас со шлемом? Так, шлем. Надевается. Так, зубы. Сейчас зубы сразу тройка на ампаде. G. Ставим сначала верхнюю челюсть. Главное потом не попутать, где какая кость. Что, в принципе, челюсть мы двигать не будем. Ну, возможно. Так, Ctrl-Z. Только на ампаде. Возможно, будем двигать. Но, как таковой лицевой анимации я не планирую. Ну, максимум какие-то пару. Раз. Так. И здесь вот чуть-чуть. Вот так. И чуть-чуть. Вбок. Так. Теперь вот эту косточку. Единица на ампаде. Поправляем верхнюю челюсть, чтобы она симметрично стала. Так. Что она покажет нам? Вот это сидло. Так. Нужно привязаться. Ctrl-Z. Так. Как колени работают? G. Колени работают. Хорошо. Так. Теперь что? Заходим в Edit Mode. Вот эту косточку вяжем на таз. Ctrl-P. И полпсет. Так. Что еще хочу? Так. Это перевязать вот этот палец. Почему? Потому что он является главным. Вот этот палец является главным. Мы сделаем чуть-чуть попроще. Значит, что есть где? Сделаем дубликат косточки. И вот эти кости все. Вот эти кости. Завяжем на нее. Это через Shift. Ctrl-P. И полпсет. А вот эту косточку. Завяжем на эту. Ctrl-P. Она уже привязана. Так. Смотрим. Заходим в Edit Mode. Выбираем только персонажа. Только кости. Ctrl-P. Выдав автоматик. Выдав все это дело. Перевязываем. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. И пробуем. Все. Все наладилось. Палец теперь. Вперед планеты все не лезет. Так. Стройка на нампаде. Единица на нампаде. Ну и давайте. Раз пошла такая пьянка. Режь последний огурец. Да? Так. Проверим сразу. Стройка на нампаде. Режь. 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 Закрываются. Вот. Что-то может сделать. Так. Единица на нампаде. Заходим в Edit Mode. И значит, что попробуем. А попробуем. Ну давайте вот из этой косточки E вытащим кость. Alt P Clear Parent. Я сейчас отключу. Вот в такой вид поставить. Значит, G. R. Значит, G. Здесь можно косточек уже поменьше. Ну просто, чтобы она просто двигалась. Значит, G можно уменьшить. E кость вытянуть. Значит, E кость. E кость. Ну а здесь конечная прибудет. Ну и G. Вбок ее увести, чтобы середина хотя бы шевелилась. Так. Эту кость вяжем на эту. Ctrl P. E пол C. Эти косточки, вот эти, вяжем на эту. Ctrl P. E пол C. Получается, она будет двигаться. Вот эта кость. И шланги будут за ней тянуться. Так. Теперь. СССР. Выводим сюда. Так. Здесь. Ну, заднее я не буду трогать. Принцип понятен. Так. Ж. Тем более, анимация, если будет, то будет только спереди. Так. И вот эту штуку вводим в меш. Так. Вот сюда. Эту значит G. Эту значит E. Так. E. И выбираем кость назад. Подгоняем. И E. И душу ему вводим вот туда. Так. Пускай будет где-то вот так. Эту кость, эту кость и эту кость вяжем теперь не на ногу, а на вот эту тазовую. CTRL-P и POC SET. О. CTRL-V. Сейчас все это дело подправим. Вот эту кость, вот эту и вот эту. Ага. Они повязаны, поэтому... Видите, почему я их и удаляю постоянно, вот эти косточки. Теперь вот эту кость на эту F. И теперь на эту F. Так. Если мы теперь выберем вот эти кости. Видите, эти уже не убираются. CTRL-P и POC SET. Так. И здесь тоже самое проделаем. Вот эти... Так. Ну тут всего лишь нужно одну кость удалить. Вот эту. Видите, вон. Можно ее было просто открепить. И теперь F. Все. Теперь будет нормально. Эту кость на эту и... А нужно вот этой кости здесь ввязать. Это CTRL-P и POC SET. Так. А эта пушка к ноге. Раз она от ноги идет. Так. Заходим теперь в обзор-мод. Выбираем нашего персонажа. CTRL-P. Культ автоматик вызов. Все это дело перевязываем. Выбираем кости. Заходим в POST-MOD и настроим, значит, вот эту кость. Так. Вот. Вот эту на эту. CTRL-P. Проверяем здесь. Все. Слан втянется. Немножко, конечно, там вес. Веса подправить ту ногу зацепила. Но это будет в походке не видно. Теперь получается. Эта, значит, косточка на эту. CTRL-SET. Стреч-2. Эта косточка на эту. То же самое. Ну, и эта кость на эту. CTRL-SET. Стреч-2. Получается, тычкин. Если я сейчас буду опускать. Вот, видите. В чем есть хорошо привязки к тазовой кости. Ну, та верхняя пойдет. А если нельзя. Надо их перевязать. Это заходим в edit-мод. Выбираем вот эту кость. Вот эту. И вяжем, наверное, ее. Давайте к этой, к бедру, как и раньше. CTRL-P. И пол-SET. Заходим в POST-MOD. Так. Если мы будем двигать G ногой. Вот вы видите, что все работает. Все тянется. CTRL-Z. Заходим теперь в OST-MOD. Выбираем сначала ногу вот эту. И завяжем вот именно ногу, как будем привязывать. Смотрите. Выбираем персонажа. Выбираем перешить ногу. А потом выбираем кости. CTRL-P. И какой-то автоматик выйдет. И смотрите, что должно произойти. Вот это все должно привязаться именно как кучно, парно. POST-MOD. Выбираем G. И видите, все привязалось. Не надо делать ей бон, потому что, когда мы сделаем бон на ноге, но у нас три косточки, она гнутся не будет. Она будет привязываться с одной кости. И тогда вот эти две косточки не будут создавать движуху. Так. Опять же, OST-MOD. Выбираем теперь вот эту запчасть. И вяжем ее POST-MOD. 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 И смотрите. Кость заведена в эту карту. Вот саму деталь. Раньше она гнулась. Сейчас она, по идее, и должна. Видите. Если лапа крутится. Вот она. Раз. Но до конца ее поднимать не надо. И она вот. Видите, как классно ходит. Движуха у нее создается. И она не мнется. Вот такой еще есть вариант. Так. Что у нас с пальцами? Давайте проверим. Протестим пальцы. Так. Ну, эти пальцы все-таки работают. Все это понятно. Control-Z. Не забывайте назад возвращаться. Именно если что-то пошевелили. Так. Что у нас будет происходить теперь? Сейчас пошли. Ну, это опять же не проблема. Они должны работать. Так. Ну, вот механика. Так. Смотрим, как... Ну, конечно, для механических пальцев рик нужно чуть посложнее делать. Ну, для мультяшных, для какой-то игрушки, в принципе, к рукам там приглядываться никто не будет. Так. И тем более, если он будет где-то вот так вот вдали или сзади там бегать, допустим, вот в таком вот виде. Так. 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 чистая горилла и раскрашен как армии мэн игра по простому и текстур тут таких сложных нет ничего ну на этом наверно пока все в следующем ролике попробую сделать какую-нибудь анимацию вот этому гражданину вот это вот и по так как выглядит ну вот такой он короче все всем пока до свидания вот такая настройка если что-то будет дальше вылазить уже в процессе подкорректируем дополним тем пока